Приветствую вас, Екатерина. Вы знаете, я бы так вот сказал бы, да, что... Не подумайте, что я хочу как-то объяснить то, что вы описываете. Но я бы сказал, что есть некоторая может быть несостыковка в том, что вы говорите, потому что вы говорите, что я узнала, значит, там про человека, я узнала там про... Своего бывшего, то он приводит каменчурцу, что или там аксоваит. Вот, уличные ментальные проблемы и прочее-прочее-прочее, да, вот, и, ээээ, вывод серии, ээээ, потому что боится строить жизнь без любимого человека и боится бить мужа, развод. Эээ, вот если вы так подумаете, то мне кажется, мне кажется, вы видите, что у вас в какой-то степени всё завязано на других людях, то есть вы увидите, что вы, ну, как будто полностью зависти от людей других, понимаете, то есть вы, такое ощущение, да, что вот вне, например, ээээ, жизни без любимых человек, да, просто, ээээ, вне, к примеру, эээ, своего мужа, да, ээээ, вы как-то не видите. Мне кажется, что вот в этом, ээээ, основная трудность в том, что вы не воспринимаете себя как самостоятельные единицы, не воспринимаете себя как отдельную единицу, вот, а видите, что да, ну, по большому счёту только с кем-то, вот. И я не могу не сказать, не сказать, что как психолог мне видится трудность именно в, ээээ, собственно, истерика, это страх, это тревога, и, ээээ, вам чего-то хочется в этой ситуации. Ну, вот, ээээ, я бы вам, ээээ, предложил бы для себя определить, что вы хотите, чего вы хотите, конкретно, что вы хотите, вот прям, ну, прям конкретно, что вам нужно. Вот, и мне кажется, что если вот так вот себе немножко, ну, позамечательно, да, если вы немножко так вот, ну, преследуете себя, если вы, ээээ, ну, ну, немножко, эээ, присмотритесь, ээээ, к, к, вот, ну, ну, ээээ, каким-то моментом в, эээ, своей жизни, что, вполне вероятно, вполне может быть, такое, эээ, что вы увидите, что вы сейчас и вы увидите, что вы хотите, вы увидите что-то еще, помимо этой самой ситуации, которая сейчас вас в основном напрягает, потому что кроме нее, кроме этой ситуации, вы ничего больше не замечаете. Но это не так, помимо мужчины вашего бывшего и вашего мужа, есть еще вы. А себя вы не видите. И как мне думается, что вот это больнее всего. Это больнее всего. Больнее всего то, что вы не замечаете себя, то что вас, ну, как будто нет. И мне кажется, что, ну, мне так кажется, что вот именно отсутствие. Ну, возможности посмотреть на себя без привязки к кому-либо из мужчин. Вот. Больше, наиболее болезненно для вас. Ну, вот как для меня это выглядит, по крайней мере. Я могу ошибаться, безусловно. Вот. Но для меня это выглядит именно так. А дальше, значит, чтобы помочь вам разобраться в сложившейся ситуации, мне кажется, нужно с вами пообщаться и, вероятно, не один раз. Потому что, чтобы вы могли позамечать в себе какие-то вещи, чтобы вы могли позамечать в себе определенные чувства, желания, порывы, стреления и так далее. Вот. Это был бы полез. А так, на основании, ну, одного ответа на вопрос, который вы задаете, наверно, будет невозможно что-либо вам. Сказать. Ясно одно, что отношения с тем мужчиной для вас эмоционально еще не закончены. Они у вас не проработаны, не просят. И расставание с ним, вероятно, вас травмировало. Вот. А вы говорите, что вы чувствовали себя нелюбимым. Это значит, что, ну, в какой-то степени вы не очень хорошо себя чувствуете сами по себе. Ну, вам может быть сложновато опираться на себя, да, а на себя саму. Вот. И с этим может сыграть очень, ну, большую шутку сразу, если на это не обращать внимания. Вот. Поэтому я бы вам рекомендовал бы в первую очередь на эти вещи обратить свое внимание. Я бы рекомендовал вам, ну, на это в первую очередь обратить, ну, свою энергию. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Ну, и чувство вины, которое у вас есть перед мужем. Конечно, это тоже нуждается в коррекции, в корректировании, потому что это не то, что может сделать вас свободным. Ну, мне вообще, мне вообще как кажется, что вы не свободны. Мне вообще кажется, что вы, может быть, никогда в жизни не были свободны. То есть мне кажется, что всегда вы пытались опираться на других людей. Вот. Это, в принципе, нормально. Мы все опираемся на других людей, но важно понимать, что опираться на других людей можно и нужно. Но делать это довольно конструктивно для себя. У меня есть такое вот стойкое ощущение, что вы это делаете, ну, совсем, 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 совсем не конструктивно. И от этого, ну, получается, страдает. Вот. И моя задача, как психолога, помочь вам лучше себя узнать. Вот. А дальше, я думаю, вы вполне способны разобраться сами в том, что вам делать. Я думаю, что дальше вы способны сами разобраться в том, к чему вам стремиться. Но вы тоже сами способны делать выбор. Я, конечно, понимаю, что, вероятно, забегаю вперед, но скажу сразу, что вот к мужу у вас здесь то, что называется злость мужа. Вот. Потому что со своими действиями ваш муж, не намеренный, конечно, но в силу того, что он оказался в такой ситуации, в силу того, что ваши отношения несколько, ну, такой, специфичный характер имеют. Имеют. Вот. Муж очень часто, наверное, нарушал ваши личные границы. А вас, эм, сталкивалось, сталкивалось с ощущением постоянной стрессирования, потому что вы его мужа. Таким. Вот. Как он есть? Вы его, скорее всего, не видели. Вы видели, вы видели в нем только кого. Вы видели в нем возможность для себя, ну, заместить бывшего, с которым у вас не получилось. Вот. И вот нужно восстановить, вот, в какой-то степени, наверное, статус-кво. Ну, то есть, чтобы вновь почувствовать себя желаемой, да, вновь почувствовать себя нужной, любимой. Это неплохо. Вот. Но момент заключается в том, что вы, ээээ, ну, не завершили эмоционально отношения со своим, вот, бывшим, да, и, соответственно, находились вот в этом напряжении. И важно, пусть вы не понимаете, что на мой взгляд, есть восьм, то есть, оттолкну, оно желание оттолкнуть, которое вы себя подавляете, обращаете внутрь себя, и оно проявляет свою вины. А вот, к бывшему, у вас, ну, эм, скорее всего, эм, ярость. И желание, чтобы он вас, ну, как-то вот обнял, согрел, приласкал, там, и так далее. Вот. Ну, я так думаю, по крайней мере, по крайней мере, эээ, так мне кажется с точки зрения, эээ, психолог. Поверно, что все может быть по-другому совсем, вот, я не претендую, на самом деле, на это ни в коем случае. Вот просто высказываю здесь свое мнение. Вот. Всказываю его, потому что есть такая возможность, потому что вы сами, эээ, позволили нам это делать. Вот. Повторюсь, ваши вопросы, это предмет для, эээ, консультирования, предмет для работы, предмет для индивидуальной работы. Вот. Чтобы лучше бы набраться в себе счастье, в себе еще раз, повторюсь, довольно плохо чувствуете, ощущаете себя, то есть плохо чувствуете. Это не в том плане, что, эээ, вы болеете, а в том плане, что вы именно, вот, плохо ощущаете себя, полагаете на себя в труду. И так далее. Это очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.